Водительское удостоверение и автомобиль Водительское удостоверение и автомобиль Ну вообще права конечно есть, но у нас здесь навряд ли они используются Честно говоря, не владею ситуацией законной, но я думаю вестись мирно и показывать документы и молчать, будет все в порядке Я думаю основной закон для водителя, думаю основной быть трезвым, самое главное, не быть потенциальным преступником в этом случае Дорожное движение это элемент повышенной опасности для его участников и разумеется государство должно его регулировать Такая функция государством возложена на государственную автоинспекцию За состоянием данного процесса следит структурное подразделение Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия Дорожно-патрульная служба Или сокращенно ДПС Знаем обычно, что делать, но смотря в какой ситуации Бывают такие ситуации, когда останавливают и сами же сотрудники и не знают, какие права имеют водителя, а какие нет У водителя могут быть права какие? Защитить себя он может при случае, если он сам знает хорошо правила дорожного движения Правовую основу деятельности ДПС составляют Конституция Республики Абхазия, Закон Республики Абхазия о милиции, Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях А также законы и подзаконные нормативные акты Детальный перечень прав и обязанностей сотрудников ДПС содержится в наставлении по работе ДПС Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия Утвержденному приказом Министерства внутренних дел номер 121 от 19 августа 2009 года Основными способами несения ДПС являются контроль за поведением участников ДПС, предостережение их от совершения противоправных действий, либо пресечение правонарушений Основные формы несения ДПС определены в пункте 10.1. Наставление по работе ДПС Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия Пункт 10.1. 10.1. Основными формами несения ДПС являются 10.1.1. Патрулирование на автомобилях и мотоциклах 10.1.2. Пешее патрулирование 10.1.3. Несение службы на постах, в том числе стационарных 10.1.4. Сопровождение транспортных средств Контроль со стороны сотрудников ДПС при несении службы заключается в визуальном или с помощью специальных технических средств наблюдений за выполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения Республики Абхазия и иных норм, действующих в области дорожного движения Наставление по работе ДПС в пункте 11.7 предусматривает исчерпывающий перечень оснований для остановки транспортного средства Наставление по работе ДПС Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия Пункт 11.7. Основанием для остановки транспортных средств являются А. Нарушение правил дорожного движения водителями или пассажирами Б. Наличие данных, свидетельствующих о причастности водителя-пассажиров к совершению ДТП, административного правонарушения, преступления В. Нахождение транспортного средства в розыске, а также наличие данных об использовании транспортного средства в противоправных целях Г. Необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являются Д. Выполнение решений у полномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения. Е. Необходимость привлечения водителя или транспортного средства для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции. Ж. Проверка документов на право использования и управления транспортными средствами, а также документов на транспортное средство и перевозимый груз. Д. При этом следует отметить, что согласно примечанию к главе 11 наставления по работе ДПС, запрещается останавливать транспортные средства на участках автомобильных дорог с ограниченной видимостью. Д. До и после поворота и непосредственно перед или после вершин подъема, перед перекрестками, переходами и в зоне железнодорожных переездов и других опасных местах, за исключением случаев необходимости безотлагательной их остановки во избежание наступления нежелательных последствий. Д. Проблема безопасности и дорожного движения возникла с появлением колеса и созданием транспортных средств, которые перевозили людей и грузы. Раскопки города Помпеи показали, что 4000 лет назад уже применялись правила дорожного движения, сохранились дорожные знаки и дорожная разметка. Д. Рассия имеет многовековые традиции поддержания порядка на дорогах и улицах страны. Еще при царе Иване III повелевалось соблюдать правила езды и хождения по дорогам. Появляются указы, определяющие своего рода первые правила передвижения по дорогам, а нарушителей этих правил предписывалось строго наказывать. В 1720 году выходит указ Петра I, связанный с правилами дорожного движения. В декабре 1784 года впервые в России водительское удостоверение получил извозчик. В нем содержалось не только разрешение на управление, но и предписывались обязанности. Д. Петра I, связанный с правилами дорожного движения. Сотрудники ДПС предлагают водителям выйти из кабины салона транспортного средства в следующих случаях. А. Для устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов. Б. Когда имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения. В. Для проведения в присутствии водителя сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах. Г. Для проведения досмотра транспортного средства и груза. Д. Когда водители или пассажиры подозреваются в совершении преступлений. Е. В иных случаях, когда требуется участие водителей в оформлении необходимых документов, либо оказании помощи другим участникам дорожного движения. Д. После остановки вашего автомобиля, поздоровавшись с инспектором милиции, вы имеете право спросить его о причинах остановки и попросить показать его служебное удостоверение. Согласно пункту 16.9 наставления по работе ДПС, по требованию участников дорожного движения, инспектор милиции должен сообщить вам номер своего нагрудного знака и предъявить удостоверение, не выпуская его из рук. С момента остановки транспортного средства сотрудник милиции, осуществивший остановку, должен действовать в соответствии с требованиями пункта 16.2 наставления по работе ДПС. Наставления по работе ДПС Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Пункт 16.2. При обращении к участникам дорожного движения сотрудники милиции должны представиться, приложив руку к головному убору, назвать свою должность, специальное звание и фамилию, сообщить о причине остановки транспортного средства. В разговоре с гражданами сотрудники ДПС обязаны проявлять спокойствие и выдержку, не должны вступать в пререкание, терять самообладание, отвечать грубостью на грубость. С документами, переданными для проверки, сотрудник милиции обязан обращаться аккуратно, не делать в них какие-либо отметки. Согласно пункту 11.8 наставления по работе ДПС, остановка транспортных средств должна осуществляться на минимально короткий срок. Таким образом, если в качестве основания для остановки транспортного средства была названа проверка документов, то после ее завершения вам незамедлительно должно быть разрешено дальнейшее движение. Однако, может случиться так, что у сотрудников милиции возникнут какие-либо претензии к вашим документам, состоянию автомашины или соблюдении вами иных правил дорожного движения. Какие у вас права и обязанности в этом случае, мы поговорим в следующей передаче. Имеют ли право сотрудники ГАИ, передвигаясь на обычных машинах, останавливать других за нарушение правил? Согласно пункту 10.2 наставления по работе ДПС, контроль за дорожным движением с использованием транспортных средств может быть открытым, то есть обычным, скрытым и смешанным. Открытый контроль осуществляется инспекторами ДПС на автомобилях, имеющих специальную окраску. Скрытый контроль на автомобилях обычной окраски без надписи и опознавательных знаков. Он осуществляется, как правило, в дневное время суток, а в вечернее лишь на участках дорог, имеющих достаточную освещенность, ширину и хорошее покрытие. Важным моментом является тот факт, что осуществлять скрытый контроль по своей собственной инициативе рядовые сотрудники ДПС не вправе. Решение об осуществлении скрытого контроля принимает командир строевого подразделения или начальник подразделения ГАИ, о чем должна быть сделана соответствующая запись в постовой ведомости. Может ли сотрудник ГАИ при выполнении своих обязанностей быть одет не в милицейскую форму? Сотрудники ДПС могут быть одеты в гражданскую одежду только при осуществлении так называемого скрытого контроля. Однако при этом, согласно части 2 пункта 10.2 наставления по работе ДПС, в случае, если инспектор ДПС одет в гражданскую одежду, обязательно наличие у него нагрудного знака сотрудника милиции. Помимо этого, инспектор ДПС обязан в таких случаях предъявлять служебное удостоверение. Имеет ли право сотрудники ГАИ погнаться за вашей машиной? Согласно пункту 11.14 наставления по работе ДПС, сотрудник ДПС осуществляет преследование транспортных средств, в которых находятся лица, подозреваемые в совершении преступления, либо водители которых скрылись с места совершения дорожно-транспортного происшествия, или своими действиями подвергают опасности жизнь других участников движения, либо не выполняют требования сотрудников милиции об остановке. Других оснований для преследования автомашины сотрудниками ДПС не предусмотрено. Напоминаем вам, что в рамках нашего проекта вы можете получить бесплатную юридическую консультацию нашего юриста по электронному адресу вашаправо.абаза.собакамэйл.ру. Задавайте свои вопросы. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова